Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Volkswagen объявил масштабную сервисную кампанию Отзыву подлежат более 75 тысяч моделей Polo, проданные в 2020, 2021 и 2022 годах Это большая часть лифтбэков, реализованных за упомянутый период Вин-коды опубликованы на сайте Росстандарта Причина заключается в необходимости обновления программного обеспечения Блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока Работы должны быть бесплатными Трасса 101 Автосервисы в России уже столкнулись с дефицитом запчастей По информации издания Автоньюз, самая непростая ситуация сложилась с комплектующими для ремонта двигателей Далее идут моторные масла, свечи зажигания, фильтры, электронные компоненты, запчасти для тормозной системы, амортизаторы, ремни ГРМ Эксперты полагают, что пик нехватки деталей еще не наступил Его якобы можно будет наблюдать в начале либо в середине лета этого года По поводу роста стоимости комплектующих однозначной оценки нет Кто-то говорит, что цены увеличились на 60-70%, а кто-то минимум в два раза Трасса 101 Разговор по телефону во время движения ГИБДД назвала главным отвлекающим фактором для водителя Также в список мешающих вождению занятий вошли употребление кофе, курение и нанесение макияжа По данным Госавтоинспекции, использование смартфона за рулем увеличивает риск ДТП в 4 раза А если набирать на нем сообщение, то в 6 раз Размер взыскания за данное нарушение, напомню, составляет полторы тысячи рублей В прошлом году звучало предложение поднять штраф до 10 тысяч Трасса 101 Российское правительство одобрило законопроект, который обязывает местные власти строить зарядные станции для электромобилей Вернее так, сначала надо определиться с количеством таких объектов, изыскать деньги на их возведение, а затем начинать строить В ближайшее время инициатива должна поступить на рассмотрение депутатов Госдумы Кстати, не так давно в нашей стране была принята концепция развития электрического транспорта до 2030 года Согласно ей, к тому времени 10% автопарка должны составлять электрокары и гибриды Трасса 101 43% россиян, опрошенных порталом Дром, готовы приобрести автомобиль китайского производства Отрицательно к машинам из Поднебесной относятся 54% участников исследования Оставшиеся 3% уже завели китайца и, в общем-то, довольны Чаще всего наших соотечественников смущает высокая стоимость китайских авто А в этом году они, как и все легковушки, изрядно подорожали А также нехватка сервисных центров и невозможность со временем выгодно их продать Больше всего лояльных к Черри, Хавейл, Джили, Грейтвол и так далее в Москве и Санкт-Петербурге На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок